Наша сегодняшняя лекция называется «Уравнение со взаимодействием». Откуда такое название и почему мы этим объектом будем интересоваться? Давайте вспомним то, что было сделано за предыдущей Минской коллекцией. Рассматривалось фазовое пространство, оно было конечным, скажем, 1D. На этом фазовом пространстве мы сделали с вами несколько вещей. Мы вспомнили, как описывается случайное движение частиц на пространстве Е. Что это было такое? Это была Марковская цепь. Мы определили с вами Марковскую цепь как хорошее, подходящее описание движения частиц на дискретном фазовом пространстве. Чем характеризовалась Марковская цепь? Ну вот если бы у нас вот это было фазовое пространство в различные моменты времени, то переход за единичку времени из какого-нибудь состояния и состояние Ж определялся вероятностями переходной матрицы взятыми, П и Ж и не зависело от прошлого и какой бы хвост, какая бы ни была траектория раньше, вот этот переход определялся только положением в настоящем. В этом смысле Марковские цепи похожи на хорошие детерминированные динамические системы, управляющиеся дифференциальными уравнениями, в которых есть единственность решения задачи Каши, мы об этом более точно будем еще сегодня говорить, где положение точки в настоящем времени определяет все ее будущее. Итак, это было описание движения одной частицы. И что мы сообразили? Мы сообразили, что Марковскую цепь можно задавать с помощью набора случайных отображений. У нас появился, вот следующий объект, у нас появилась функция F, которая действует из множества Е, умножить на отрезок 0,1, снова множество Е. Кроме того, у нас появилась последовательность КСИ1, КСИ2 и так далее. Это были независимые, равномерно распределенные на отрезке 0,1 случайные величины. И вот оказалось, что вот два таких вот объекта, отображение и шум, которые сейчас для нас представляются последовательностью независимых, равномерно распределенных случайных величин, успешно задают нам в цепи Маркова с помощью следующих регулярных уравнений. А именно, Xn плюс 1 равно F от Xn к Си n плюс 1. Ну, а X нулевое давайте положим равным какому-нибудь ненависимому. Вот у нас появляется такая вот, ну, можно сказать, задачка ШИ для рекуррентного уравнения. И оказывается, что если мы посмотрим на вероятностные свойства, получающиеся последовательности Xn, это и есть цепь Маркова. Подходящим выбором F можно было добиться того, чтобы эта цепь Маркова имела нужные нам переходные вероятности. После того, как мы такую конструкцию сделали, совсем цепь Маркова становится похожей на вот такое случайное движение, вот это случайное движение, вот правило, по которому оно происходит на фазовом пространстве. Но в качестве бонуса у нас получилось гораздо больше. А именно, оказывается, что это отображение F задает сразу движение всех точек фазового пространства. А именно, давайте мы немножко видоизменим задачу ГАШИ, которую вот написали, и напишем ее вот так. Напишем ее вот так. Я буду писать Xn плюс 1 от U равно F от Xn от U кси n плюс 1. А X0 от U равно U. И здесь я поставлю запятую и напишу, что U принадлежит Е. Подчеркнув тем самым, что мы решаем вот эту задачу КАШИ, то есть устраиваем регулярную процедуру, стартуя одновременно со всех точек пространства. Со всех точек пространства. Вот, и картинка здесь получается интересна. Вот если у нас по-прежнему это наше фазовое пространство, вот, в различные моменты времени, то у нас сейчас есть не одна траектория, а сразу несколько. Вот мы стартовали и движемся себе из разных точек, по-разному, возможно. Ну вот мы видим, что такая вот последовательность случайных отображений, устроенных с помощью функций F и последовательность независимых случайных величий Мкси n задает нам одновременное движение всех точек пространства, вот откуда бы они не стартовали. У этого движения есть некие особенности, связанные прежде всего с тем, что это отображение. Вот, если мы уж попали когда-то в одну точку, то и дальше мы движемся вместе. Вот, попали там вот в одну точку, дальше тоже будем двигаться вместе. Основываясь на этом, мы с вами, кстати, проверили возможность доказательства эргатической теории матерей вероятностей, но с помощью специального выбора отображений F. Дело в том, что мы такое замечание делали с вами, выбор отображений F может быть разным, обеспечивая одни и те же переходные вероятности P и J, а одновременно с этим делая различным совместное поведение траекторий частиц, стартовавших из разных точек. Ну вот, после этого мы стали рассуждать о том, что, ну как бы, все это модель такого вот турбулентного потока и в нем, естественно, интересоваться не только поведением одной частицы, но и поведением какой-то выделенной какой-то выделенной самокупности частиц. Вот, например, вот эти две, ну они склеились в одну и поехали сюда же. Вот. Более точно и на математическом языке естественно интересоваться распределением массы частиц, эволюции массы частиц. Вот. Ну а чтобы картинку сделать завершенной, мы предположили, что эта самая масса влияет на то, что происходит с частицами. Ну, это совершенно естественно, да? Вот если посмотреть, например, на то, как движется мусор в Мировом океане, да, то как бы он сбивается в большие острова, которые по площади сравнимы с Мадгаскаром, скажем, и эти острова начинают двигаться медленно, да? То есть, естественно, влияние распределения массы на дальнейшее движение частиц. Именно это было учтено с помощью следующей модификации от регулярного соотношения, которое здесь рассматривалось. Как эта модификация получилась? Было предложено посмотреть на возможное распределение массы на пространстве Е. Масса на пространстве Е. Ну, что это такое? Если пространство Е состоит из конечного числа точек, ну, то понятно, что масса, распределение массы, это означает, что мы припишем к каждой точке какой-то объезд. Ну, например, здесь мю 1, здесь мю 2 и так далее, мю с индексом D. Я буду считать, и так вы и делали, что все эти веса неотрицательные. Раз. А во-вторых, это уже техническое предположение, но весьма удобное, что сумма всех весов и равна единичке. То есть суммарный вес равен единичке. Если кому-то кажется, что это мало, можно считать, что это 1 полная мюлн. Вот. Так вот. У нас появляется распределение массы на пространстве, которое описывается тем, что в математике называют вероятностной мерой на пространстве. вот. Ну и мы можем даже ввести себе такое обозначение. Давайте введем совокупность всех вероятностных мер. Будем обозначать через м готическое. То есть м – это все возможные вероятностные меры на пространстве. Меры. Ну вот, раз уж мы занимаемся математикой и у нас появилось такое вот множество мер там, да, ну то, конечно же, следующий шаг – превратить это множество в более такой приятный объект, ну, в данном случае в метрическое пространство. И вот это тоже было сделано. На М появляется метрика. На М появилась метрика. Она мне понадобится сегодня чуть позже, там мы о ней помним. Я только сейчас скажу, что у вас появилась метрика гамма, расстояние, расстояние Вассерштейна на М. Ну и можно проверить, что М с такой метрикой гамма будет уже сепарабельным, полным метрическим пространством. Это мы еще будем обсуждать в разных ситуациях, поэтому я сегодня только напоминаю, что так оказалось. Что после этого? После этого, естественно, посмотреть, как эволюционирует масса вместе с потоком. Происходит эта эволюция следующим образом. Давайте обратим внимание, что Xn, поскольку оно стартует из каждой точки U, может рассматриваться как отображение из E в E. Предположим, что в начальный момент времени у нас распределение было 0. Тогда как же будет меняться это распределение к моменту времени N? Ну, по-видимому, по следующей формуле. Значит, давайте я обозначу его через минус индексом N. Вот. И минус индексом N от множества дельта будет равно чем? Это будет сумма по всем I, начальным точкам старта. Здесь mu 0I, то есть начальный вес этой точки, умножить на индикатор того, что Xn от I попало в множество дельта. Ну, вот так. Давайте картинку я еще нарисую. К сожалению, мне придется выделить наше уравнение и потом его перепишем. Выглядит это следующим образом. Вот здесь исходное пространство. Вот через время, вот такой момент времени 0, момент времени N. Вот здесь множество дельта. Вот. Вот наше отображение Xn и какие-то точки оно перетащило в множество дельта. Ну, тогда вот эти ту веса, скажем, mu 0,1, mu 0,2 и так далее, оно перетащило сюда и здесь аккумулировались они. И я ровно такую формулу и написал. То есть то, что получилось, является образом меры mu 0 при отображении Xn. Вот это пример. Вот. Раз так, то мы и будем использовать стандартное обозначение для образа меры при каком-нибудь отображении. И выглядит это обозначение так. Мы пишем, что mu с индексом N это есть mu 0 суперпозиция Xn минус 1. Вот. Xn минус 1 имеется в виду полный прообраз. Никоим образом я не утверждаю, что Xn обратимое преобразование. Да. Да. Вот. Ну, вот так движется масса по пространству, если у нас есть совокупность отображения Xn. Но мы сказали, что хотелось бы, чтобы масса влияла на движение точек. А как это сделать? Да очень просто. Надо записать новое регулярное уравнение. И вот я его сейчас записываю, видоизменив функцию f. А именно сейчас функция f у нас будет действовать из вот такого произведения. Она будет действовать из n. умножить на m, на пространство вероятностных m, умножить на 0,1. Вот. И подействовать в e. Вот она так будет себе устроена. Вот. А задача каши или же регулярное уравнение в данном случае выглядит вот так. xn плюс 1 от u оказывается равным f от xn от u. μn кси n плюс 1. Здесь x0 от u равно u. u принадлежит e. И добавляется еще одна строчка, описывающая, что такое μn. Прошу прощения, вы имеете в виду сверху. μn это есть образ меры μ0 под действием xn. Вот. Ну вот так. Такая вот получается у нас задача каши. И в прошлый раз вы видели пример, показывающий, что соответствующее уравнение, конечно же, разрешимо. И вот можно проследить интересные свойства мер μn, асинтетические свойства случайных мер μn. Таким образом, мы здесь задаем эволюцию не только каждой частички, но и распределение всей массы по пространству. Распределение массы μn. Вот. И прошлая лекция должна была убедить вас, что исследование динамики массы требует сейчас подходов, связанных как с рассмотрением индивидуального поведения, как там ведет себя одна частичка, так и соображениями, связанными уже с распределением. Частицы, оказывалось, могут прыгать там, ну в том примере, который мы рассматриваем, только в тяжелые, нагруженные как бы массами уже точки, ну и так далее. Так что, вот такая предложенная модель является простым примером того, как мы можем устроить дискретный, как по времени, так и по пространству стокластический поток частиц, в котором движение отдельной частицы связано с тем, как движутся все остальные. Ну, как там говорит классик, нельзя жить в обществе и быть свободным от него, ровно так. Вот. Ну, следующий шаг, который мы собираемся сделать, состоит в том, чтобы перейти к более сложным объектам, вот относительно фазового пространства Е. Мы возьмем теперь в качестве фазового пространства уже евклидовое пространство, конечно, мирное. Ну, и избавиться от предположения того, что время дискретно. Вот. Так что, вот наша ближайшая цель, это описание динамики частиц уже в евклидовом пространстве, таким образом, чтобы распределение массы всей системы частиц влияло на движение каждой частицы. Вот. Ну, помимо математических сложностей объективных, которые нас здесь подстерегают, ну, может возникнуть вопрос, а рационально ли обсуждать именно движение массы? Быть может, ну, это не такая уж хорошая характеристика, да? Ведь мы с вами, начиная эти лекции, говорили о том, что, ну, как бы в турбулентном популке свои свойства меняют, ну, и геометрический объект от него упрошенный, да? Вот, например, можно попробовать рассматривать как бы вот турбулентный поток, в который мы вбрасываем не просто там кучу тяжелых частичек, высыпаем там, ну, скажем, множество каких-нибудь пенопластовых шариков или выливаем, как бы, бочку чернил, чтобы посмотреть, что будет происходить, а вот мы можем сюда вбросить какую-нибудь кривую, да? Вот, давайте попробуем даже ее другим цветом тут и загрузить. Вот. Предположим, что вот у нас есть начальная какая-то кривая, ну, и под действием потока она вот как-то там меняется. И можно сказать, что нас тут будут интересовать свойства этой кривой, как вот они поменялись. Причем тут масса, мало ли там распределение массы. Оказывается, что это связанные вещи, и для того, чтобы у нас не возникало сомнений в дальнейшем, что мы, ну, как бы, подобрали правильный объект, правильную характеристику для совокупности частиц потоки. Давайте заметим следующее. Тут можно сделать такое небольшое замечание. Меры посещения. Меры посещения кривых и поверхностей. Вот давайте будем, скажем, рассматривать такую ситуацию. У меня есть вот здесь пространство РН. Вот. Здесь есть пространство РН. При этом я буду считать, что М меньше, чем Н. В этом пространстве Меньшей Размерности у меня есть область с компактным замыканием. И есть гладкое отображение, скажем, ФИ, вот, которое вот эту область переводит здесь в какой-то такой вот листик, да, в нашем пространстве. Я описал ситуацию, типичную для параметрического задания поверхности, да. Вот у меня поверхность здесь. В частности, она может быть одномерной, тогда это кривая. Задается сплошь параметризацией гладкой, да. Есть у меня вот область, по которой бегают параметры. Если бы я хотел кривую, я бы взял отрезок. Если я хочу получить там двумерный листик, то я возьму тут диск, да, в R2, ну, и так далее. Вот. То... И функция ФИ как раз вот самую параметризацию задает. Вот. Но как только у меня такая картинка возникла, на самом деле я могу описывать, описывать вот эту вот поверхность, ее мерой посещения. Каким образом? Давайте рассмотрим. Грельта подмножество РН. Вот. И, конечно же, как всегда, я считаю, что все множества, все множества Борелевские, вот, плохих не рассматриваем. Давайте теперь определим меру МЮ, связанную с нашей поверхностью от множества Д. Так. Это что будет? Это будет просто-таки мера Либега в М. Я напишу Лианта М. Это мера Либега в М. М от ФИ минус первый. Вот это. Вот. Вот так вот. Вот. Я напишу на всякий случай, что Лианта М мера Либега. Мера Либега в М. М. Вот. Ну, что же у нас получилось? С помощью вот этой формулы мы как бы перенесли меру Либега отсюда, вот сюда вот. Если рассмотреть пример, это было общее определение. Давайте посмотрим пример с кривой. Там это особенно хорошо видно, как это происходит. Почему? Потому что одномерный пример оправдывает название мера посещения. А именно, вот предположим, что у меня здесь есть наше пространство. Ну, допустим, А2. Вот. Здесь отрезок 0,1, который я, конечно, все параметры проиметрического множества использую и получилась у меня такая вот кривулька. Вот. Тогда что же делать тут? А вот если я возьму теперь множество дельта, вот оно будет так, вот это будет множество дельта сейчас, то вот часть кривой, попавшая во множество дельта, соответственно, она там как-то возвращаясь назад, ну, в данном случае, так повезло, получился отрезок, понятно, это не всегда, но это как бы то, если у нас параметр, даже обозначен буквой Т, и играет роль времени, то это как бы совокупное время, которое наша кривая провела в множестве дельта. Отсюда название мер посещения. Вот. Ну вот, видно, что мы такую характеристику можем поставить в соответствии поверхности или кривой, и чуть менее очевидно, но мы с этим дальше будем сталкиваться, и уже сейчас можно подумать в качестве упражнения для себя, что если мы знаем меру посещения, то мы можем восстановить кривую ремонтность. Вот. Так что, на самом деле, как бы можно говорить о распределении массы, держа в уме эволюцию не только как бы совокупного веса там частиц, но и более тонкие свойства, если мы просим какую-то поверхность, поток, вот, держа в уме эволюцию этой поверхности. Так. Вот. Так что, я думаю, что вот такое небольшое отступление должно убедить вас в том, что распределение массы вполне себе богатый объект, характеризующий систему частиц достаточно хорошо. вот. Ну, теперь, что же мы будем сейчас делать? Я попробую проделать сейчас тот же путь, что уже был нами пройден для дискретного фазового пространства, но на этот раз у меня будет пространство R, D, в качестве фазового. Вот. Ну, а в качестве движения теперь давайте думать, что если помните, мы начали наше рассуждение с того, что что бы была такая самая простая случайная траектура на дискретном фазовом пространстве, ну, это Марковская цель, да, есть свойство такое, как бы, отсутствие последействия. Находясь где-то в данный момент, мы делаем следующий шаг, независимо от того, что нас в эту точку привело. Вот. Ну, если мы имеем дело с R, здесь у нас выбор гораздо богаче. И, как бы, я прошу слушателей не пугаться, никто не будет сразу рассматривать, по крайней мере, мы с вами не будем сразу рассматривать такие вот случайные траектории на пространстве R. Они устроены могут быть сложно, для них нужно подходящее описание, которым мы еще будем заниматься. Но у нас есть в университетских курсах очень богатый, интересный объект, который используется для описания эволюции точек в пространстве Rd. Это дифференциальное уравнение. Вот. Ну, вот, давайте мы вспомним немножко, как у нас устроено сейчас дифференциальное уравнение. Я буду рассматривать дифференциальное первого порядка, да, мы помним, что как бы для того, чтобы описывать механическую систему, надо перейти к новым как бы параметрам координата импульс, скажем, вот, и получить тогда систему первого порядка. Вот, я ее буду считать, что мы уже переход проделали и буду рассматривать. Итак, у нас есть дифференциальное равновение A, D, X, T, равно A, X, T, D, T, вот, ну, и начальное условие X, 0, X, X, 0, O, A, A, как правило, тракцуют как описание воздействия внешних сил на систему, вот, а с точки зрения математических нужд, мы знаем, что функцию A вообще, говоря, совсем произвольно взять нельзя. Вот, я буду сейчас считать и дальше мы будем в основном в такой хорошей ситуации находиться, что A удовлетворяет условия Липшица. Вот, пишут на пространстве R, D, вот, то есть существует некая константа или больше 0, такая, что для любых для любых U, V принадлежащих R, я вот вектор писать не буду, и это существенно, потому что у нас с вами будут потом возникать наборы вот этих вот тогда будем ставить стрелочки, а как элементы R, стрелочки не пишем, вот, так вот для любых U и V принадлежащих R, выполняется следующее, выполняется следующее неравенство, норма A от U минус A от V меньше или равна чем L на норму U минус V. Вот, ну вот так вот. таких функций вы можете нам приводить примеров достаточно много, в одномерном случае это, ну, например, синус, да, легко проверить, что он такой, ну, и в общем, там, где нужно, я думаю, что все умеют проверять, это функция условия Липшица или нет. Так вот, оказывается, при таком условии задачка Ши для дифференциального уравнения имеет единственное решение, которое существует на все оси. Вот, мало того, можно проверить больше, значит, можно проверить больше, что оказывается сейчас оказывается сейчас функция А, ну, которая, собственно, управляет на нашем уровне задает нам движение не только одной точки стартовавшей из Х0, но, как и в наших предыдущих лекциях, движение всех точек пространства одновременно. А именно при вот том условии на функцию А, которое я сказал, мы можем рассматривать вот такое уравнение. Вот я так напишу теперь равно А Х У Т Д Т вот А Х от У 0 равно У У принадлежит РД Вот Вот так вот Ну например если бы мы с вами рассматривали одномедленный случай Д равный единичке и я бы рассматривал функцию А от У равную скажем лямбда умножить на У где число лямбда было бы больше нуля вот ну понятно что такая функция удовлетворяет условия липшица то я бы мог нарисовать сейчас траектории частичек стартовавших из разных точек следующим образом мы знаем что сейчас решение Х У Т вот это уравнение ну совсем несложно это У умножить на Е в степени лямбда Т вот ну а значит для У положительных это вот так решение себя ведут а для У отрицательных вот так вот ну и есть решение которое вот остается значит мы видим что у нас появилась снова возможность описывать сразу движение точек стартовавших из всех точек пространства РД вот ну значит осталось сделать последний шаг тот который мы сделали для цепей Маркова и который сегодня обсуждали ввести в игру распределение массы частиц вот итак давайте действовать постепенно у нас появляется сейчас множество М значит это множество М давайте напишу это вероятностные меры на пространстве РД конечно же говоря на пространстве РД я имею ввиду Борелевскую сигму алгебу там и меры на этой Борелевской сигму вот и вот здесь нас уже подстерегает ну как бы новая сложность по сравнению с Е если в случае когда Е было дискретным множеством состоящим из конечного числа тучек вероятностная мера задавалась просто набором неотрицательных чисел дающих сумме единицу вот то есть была такая смешная ситуация что вы могли бы какого-нибудь первокурснику попросить какого-нибудь первокурсника написать напиши там четыре неотрицательных числа дающих сумме единицу и сказать о а ты вот написал здесь вероятностную меру вот напугать его такими словами то сейчас разнообразие вероятностных мер гораздо больше давайте посмотрим на примеры вероятностных мер с тем чтобы мы понимали с чем нам дальше предстоит пример ну все-таки хочется перетащить ту простую ситуацию которая у нас была сюда ее можно перетащить давайте возьмем числа P1 P с индексом N больше 0 такие что сумма по и от единички до N большого P равна единичке так а кроме того еще назначим точку значит возьмем еще в нашем пространстве какой-то набор точек U1 U2 и так далее с индексом N ну а саму меру мю положим равной сумме по I от единички до N P I умножить на дельта в точке U U я использую здесь обозначение дельта в точке U поскольку когда оно я думаю всем вам должно быть знакомо дельта в точке U это мера приписывающая вес единичка ровно этой точке видено было диреком сталкиваться с такими мерами мы должны были и в физике скажем занятия теорией электричества вот как раз можно считать что мы обсуждаем сейчас заряды со своими точными точками вот так что вот пример вероятностной меры на пространстве Эрн такой пример как мы дальше увидим крайне полезен с точки зрения математических построений но здравоятностной крайне беден с точки зрения распределения массы что же мы вроде как сказали только что что дифференциальное уравнение задает нам возможность описывать дает нам возможность описывать движение ну всех частиц стартовавших из всех точек пространства а вот мы взяли себе назначили какие-то точки массу имеют остальные ничего не достало тем не менее пример существования следующий пример давайте теперь зададим распределение массы с помощью плотности а именно будем считать менять функцию p действующая из rd в 0 плюс бесконечность вот такая что интеграл rd p ну вот ну вот пример сейчас когда масса размазана пространство с плотностью p ну пример тоже как бы пришедший к нам из физики потому что ну вот p может если мы обсуждаем какую-нибудь пластину да если случай r2 ну то p это плотность пластины да в данной конкретной точке так что вот сейчас мера мю описывает распределение массы ну и опять же мы здесь видим новые математические как бы свойства сейчас вес любой точки равен ну то есть если мы собираемся обсуждать эволюцию массы нам надо набрать этих точек достаточно много что-то осязаемое получилось в кавычках но на самом деле вот так что вот пример вероятностных мер на пространство rd ну и никто не отменял возможность эволюции вот этих распределений под действием отображения а именно если у меня мю если у меня мю принадлежит м вот у меня есть отображение давайте вот то возьмем которое появилось в результате решение дифференциального равнования xd из r действующая из rd в rd вот и мы можем сейчас определить образ меры под действием отображения xd минус 1 вот от множества дельта это будет как и раньше мю от множества x минус давайте от множества тех у что x у t попало в дельта так что мы можем переносить мы можем переносить сейчас нашу меру получившимся по решению дифференциального уравнения потоком отображений ну и сделаем следующий шаг такой как мы сегодня уже обсуждали а ну давайте устроим такое дифференциальное уравнение вот это и будет то самое уравнение со взаимодействием чтобы дальнейшее движение каждой точки зависело от всего распределения массы и мы уже с вами хорошо понимаем что для этого нужно сделать значит нужно рассмотреть функцию r не такую которая действует из rd а новую значит можно рассмотреть функцию а которая действует из rd умножить на m в rd вот ну и сообразно такой функции рассмотреть новую задачу вот это и есть детерминированное уравнение со взаимодействием вот следующего видно это есть а от x u d дальше mu t dt вот здесь x u 0 равно u u принадлежит rd уравнение mu t это есть образ меры mu 0 исходного распределения массы под действием потока xt вот это и есть детерминированное уравнение 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 со взаимодействием ну вот так значит видно из записи что сейчас инфинитизимальное приращение будущей движения траектории отдельной частицы зависит от положения где эта частица находится в данный момент ровно так как это происходило для обыкновенных дифференциальных уравнений и зависит от распределения массы всех частиц по пространству вот ну вот такие дифференциальные уравнения появились в моих работах в конце 90-х до в начале 2000-х соответствующая монография имеется и даже вот есть у некоторых слушателей вот в дальнейшем мы собираемся такие уравнения исследовать конечно же первое что приходит на ум вообще имеет ли смысл эта задача решаема ли то есть можно ли проверить существование вот решения ну это означает что нам с вами надо понять какие должны быть условия на функцию она она же сейчас не только помним что по х она должна удовлетворять условия липшица но оказывается что дифференциальное уравнение такой объект который очень универсален и условия там очень универсальные то есть что нам нужно будет сделать это добавить условия липшица по мирозначной переменной вот добавить условия липшица по мирозначной переменной ну и мы это сделаем и разберемся почему там есть решение но перед тем как это делать давайте мы с вами просто посмотрим на примеры функций действующих из мврд вот ну вот давайте мы это сделаем пример я сейчас рассматриваю просто функции фи которые действуют из мврд вот какими они могут быть ну вот первое что приходит в голову я беру какое-нибудь множество дизита фиксирую его и фи от мю фи от мю это будет сейчас мю от дельта так ведь можно вот ну вот такая функция она как бы если продолжать аналогию с потоками и выливанием туда краски представляем себе что мы исследуем течение какой-нибудь бурной речки выливаем туда какой-нибудь краситель вот но они же по течению какие-нибудь дикие туристы устроили себе пляжик и вот дельта это как раз то место где они там ултыхаются и мы представляем себе как желтая краска их всех там мажет как она там поплывает мимо нам не интересно важно вот как она замазала это множество таких вот следующий пример ну например можно взять какую-нибудь функцию b которая действовала из rd в rd вот и была бы ограничена ограниченная вот ну тогда например в качестве φ от μ можно рассмотреть интеграл rd b от u μ ду ну понятно что это есть просто прямое обобщение предыдущего примера в предыдущих примерах функция b была просто индикатором множества действий вот ну как бы раз мы уже пришли к интервалам никто не отменял и кратные интервалы давайте посмотрим третий пример я буду считать что сейчас b действует из rd в степени k в r так вот ограничено вот ну и φ от μ будет как разный интеграл rd b тут u1 uk μ d u1 μ d uk вот так сейчас вот так сейчас выглядит функция от меры мя я привел примеры связанные с интегральными функционалами ну потому что они во первых лучше всего отвечают понятию меры ну а во вторых потому что как мы дальше увидим они отвечают реальным надобностям физических моделей которые описываются со взаимодействием на следующий раз будем думать о том как все таки доказать существование решения на сегодня все спасибо субтитры спасибо Продолжение следует...